Ребята, всем привет! Я немножко не с шикарной прической на голове, забейте. В общем, я и Вивочка, мы едем на дачу. И что я могу сказать? Ну, во-первых, начнём с того, что дошли слухи, что хотят закрыть Москву, и тем самым, получается, с дачи в Москву не попадёшь, и наоборот, потому что дача в области, и всё такое. И на самом деле я очень испугалась этого, потому что если я вот сейчас уезжаю на дачу, и, не дай бог, да, закроют Москву, например, завтра или сегодня вечером какая-то такая фигня произойдёт, то я просто не вернусь домой. Знаете, я на самом деле безумно переживала, потому что я уже думала даже, знаете, чемодан вещей собирать, загружать машину полностью всем необходимым, но в итоге я так не сделала, потому что я думаю, что если такое произойдёт, то либо это произойдёт прямо попозже, либо, возможно, даже в понедельник. Я не знаю, что будет на момент того, как я выставлю это видео, но могу одно точно сказать. Главное, мне и моей семье вернуться домой в Москву, потому что мне не очень бы хотелось, чтобы какая-то половина моей семьи находилась за чертой города, скажем так, какая-то в городе. Хочется, чтобы мы все были в одном месте. В общем, ну такая немножко напряженная ситуация на самом деле, но я стараюсь не унывать, не переживать. Ну и по поводу вот этих вот всех моментов с выходными, да, на неделю, возможно, что они даже продлятся, я не знаю, конечно же, наперёд ничего, как будет, но одно я точно знаю, что... Вот даже, знаете, мне пофиг на то, что закроются салоны красоты, и то, что я не сделаю себе ресницы вдруг. То есть я уже всё распланировала, потому что я уже распланировала, что я буду привыкать без ресней сжить, буду стрелки себе рисовать, там, буду их красить тушью, не знаю, в 500 слоёв. Уже придумала, что маникюр сама себе буду делать. Вообще-то маникюр я умею сама себе делать, да, какой-то более-менее, чтобы ногти в порядок привести. Только единственная проблема, у меня нет ни одного лака дома. Слушайте, я ими не пользуюсь уже очень много лет. И по поводу волос нарощитых я тоже уже всё решила. Когда у меня всё нафиг до такой степени отрастёт, что капсулы начнут отваливаться, а косичка у меня Голливуд начнёт просто вся в колтунах быть, мы отрежем эту косичку аккуратно, потому что она там нитками сшита. Снимем волосы эти, капсулы я тоже сниму. У меня из дома всякие масла для волос, ещё что-то, которые как раз помогут, поспособствуют тому, чтобы легче снять капсулы. Буду ходить без нарощенных волос. Ну а что поделать? Всё уже распланировано, девочки. Я уже морально готова, но надеюсь, что всё это фигня и всё будет нормально. Главное мне не просрать вообще-то поворот. Вот мне на самом деле на это пофиг, то есть меня это не так сильно пугает, закрытие салонов красоты, там рестораны в ресторане. Я уже не помню, когда последний раз была, уже дом готовлю, нормально, уже у меня дом, ресторан свой норм. Меня больше волнуют моменты банков. Я знаю, что они должны работать, но будут ли работать те банки, которые конкретно мне нужны? Потому что, как вы знаете, блогеры зарабатывают с YouTube денежку тоже, и мне денежка приходит не во все банки, не в те, которые вы все знаете, а в какие-то другие второстепенные, поэтому это большой вопрос. Так что придётся завязать узелок, или как там это называется. Так что вот, ну ничего, у нас дом есть дошираки. Да не, я думаю, с голоду уж не помрём. Вот, главное, что обычные банки точно работать будут, ну я надеюсь. Вот такие новости. У меня ужасно испортилась кожа, и это странно, учитывая, что я не питаюсь фастфудом, хотя я чипсики бывает ем, вино бывает пью, но всё равно странно, то что, ну типа, мне кажется, я сейчас достаточно хорошо питаюсь, но кожа у меня просто жесть. Ну, возможно, это просто такой период перед делами женскими, не знаю. Ну, прям плачевная такая ситуация, я бы даже так сказала. Поэтому надеюсь, что дача немножко мне поможет. Вот. Вивочка. Вивочка грустит, дышит мне тут. Переживает моя лапочка. Не переживай, зяец мой, мы уже скоро будем. Снимаю на новую камеру, конечно, кайф, всё как будто бы лучше в 100 тысяч раз, просто потому что она новая. Что я могу сказать по поводу загруженности на дороге? Ну вот я, например, еду в область вообще нормально, я прям, ну, практически лечу. А вот в Москву как раз-таки там такая пробка была длинная, что я даже в шоке. Я понимаю, что если вдруг или когда, не знаю, закроют Москву, никто об этом заранее предупреждать не будет. Типа не будет такого. Ребята, мы в понедельник закрываем. Такого не будет. Это будет резко и неожиданно, потому что мне кажется, что переживают о том, что больные люди, больные в смысле с вирусом, поедут на дачу и будут прятаться. Типа я не знаю. Хотя мне кажется, это так глупо. Какой человек, который чувствует себя плохо, зная, насколько это может быть серьёзно, поедет прятаться. Ну, в общем, не знаю, странная какая-то логика. Очень хочу, я уверена, как и все, как и многие все, весь мир. Очень хочу, чтобы всё это скорее закончилось, всё было хорошо, как раньше, чтобы все могли спокойно вздохнуть полной грудью, не знаю, спокойно полететь, куда-то отдыхать. Очень хочется, чтобы всё это прекратилось. И могу сказать, опять ещё раз повториться, что я, ну, боюсь, мне действительно страшно. Ещё столько всего в интернетах пишут. Конечно, я понимаю, что интернет интернетом, но, блин, я не могу делать вид, что всё это фигня, и ничего этого не существует, и нет, и всё нормально. Приеду на дачу, и буду что-то вам снимать. Не знаю, какой влог получится с дачи, я планирую на две ночи остаться. Хотя не знаю точно, либо я завтра уеду, потому что я переживаю, что закроют город, либо воскресенье. В общем, сложно. Сложно. Но зато я покажу вам, сколько всего мы уже сделали, точнее, мои родители сделали на даче. Баня уже, по-моему, даже чуть ли не готова. И там можно уже париться, и всё такое. Так что, большая работа была проделана. Всё это посмотрим, когда приедем на дачу. Голуби. Зато хрюшку не видно. Да. И прыщей моих. В общем, ребята, я заехала, я уже приехала на дачу, заехала на наш район, двор, припарковала машину, и мама говорит, погнали в город, нужно кое-что купить. Ну, это посёлок больше, а не город. Да. Не, просто здесь местные жители, все ходят без масок, и они на нас, на всех смотрят, большими глазами. Говорят, понаехали эти москвичи. Короче говоря, типа, в Подмосковье всё намного спокойнее, вообще нет такой паники, то есть, все, наоборот, удивляются, почему все паникуют. Все гуляют на улице, никто не это. Не, ну, я понимаю, когда маленькая, как бы, маленький населённый пункт, то, наверное, паники-то нету, конечно, с Москвой не сравнить. Ну, пошли уже в магазин, мы за тазом приехали, нам тазик нужен. нам нужны тазики, уазики, так что, приехала в деревню со своей сумочкой. Ну, надо успеть погулять, пока нас всех не закрыли. Посмотри, у меня это. Это просто сумочка. Погода, кстати, просто офигенная, мы приехали в какой-то магазин, который напоминает мне заброшку. Ой, а ключи? Ну, это, наверное, не место, местные не ходят у вас. Тоже статик у вас. А, нет, наверное, местные. Короче, магаз, выглядит вот так, это какой-то хозяйственный, выглядит же. Тазы, видишь? Ну, вот здесь, вон, вот тазы. О, какой тазик хороший, давай вот такой возьмем, ужас. Ой, русская банька. А у нас деревянные тазы уже бабочка купила, у нас классные. Вот, девки. О, ну, вот он же, витон. А ведра вам не надо? А, Смотри, какие хорошие есть. не надо ведра. Есть железные даже. Давай, держать буду. Я просто думала, какой-нибудь. Мне уже, скорее, не хозяйственная. такой прикольный магазин. Столько всякого вообще, прям как будто на складе каком-то. Смотри, здесь даже раскладушки есть с матрасами. Сколько стоит? Не знаю, вот, 3,570. Ну, это если гостей много, раз раскладывать. Вау, горка для купания. Можно в Евгене такую взять. Ты как сумасшедшая, еще в этой маске. Ну, он не в него тазик. Ну, да, да. Попробуй нижний. Скиньте мне, пожалуйста, тазик. Ужас. Апокалипсис. Помочь? Хочешь, чтобы я его купила? О! Хочешь. она получилась, я молодец. Ну, все, пойдем на кассу. Все? Ты точно больше ничего не хочешь купить? Два таза, ведро, чищу надо. Ну, посмотри, как ты можешь так быстро уйти из магазина такого прикольного. У нас канистру будет зима. Канистру? Думаешь, все настолько плохо? Нет. У нас есть канистру. Столько всего, даже ножи есть. А вам ножи не надо? Ребята, всем привет! Хочу посмотреть на твою новую камеру. Мы гуляем вот по даче. Приехала я на дачу вчера, ну, вы и сами видели, но ничего особо не снимала, потому что мы, ну, мы отдыхали и жарили шашлык, мошлик, было много гостей, людей, поэтому не особо много снимала. Вот. Сейчас у нас уже, кстати, не день даже, уже вечереет конкретненько. Закатик. Мы гуляем. Я что-то не знаю, у меня были такие планы, что-то много всего снимать. Я как-то приехала, и когда я приезжаю на дачу, мне не хочется много снимать, мне хочется просто отдыхать и вообще ничего не думать, не делать, сидеть, есть шашлык. Можно и я скажу, пожалуйста. Мне кажется, это потому, что ты приезжаешь на мало дней. Ну да. Если ты приехала сюда на неделю, в какой-то момент ты бы поняла, что типа ты отдохнула, и ты бы здесь еще была бы продуктивнее, чем дома. Ну да. ну все из-за того, что я сюда редко приезжаю. Вивчик кайфует, гуляет. Нуля. Жульен. Ты хорошая. Что, открыть надо? Нет. Что, сама сошла. Как красиво. Солнце светит. Мульдозер. Она мульдозер. Бульдозер маленький. Какая она большая. Скучно мне так. Пипец вообще. Что бы я в Москве сейчас сделала? Что-то бы делала. Убиралась бы, наверное. Да. Ну не, я уже так сутугалась. Что-то бы делала. Она просто бодипозитивщица. Блин, мне так нравится твоя камера. О, здравствуйте. Все, короче, официально все закрыли. Да. В полной неделе, да. Еще работать не будет, только аптеки продуктовые. Мне все равно, мне главное, чтобы продуктовые работали. И дороги. Да никто не сказал, что будет все закрывать. Я вот сейчас целые час новости смотрела, ничего не говорила. Не хотите поругать Юлю, что она сегодня хочет уехать? Зачем? Не умиралась. Как смысл? Какой у нее ругать? Если она что-то себе решила, то это бесполезно. Мне так обидно, что она так и не насладилась дачей. Если бы ты осталась, все бы мои уехали, и мы бы с тобой нормально покутили. Да ты что, утром еще гости приедешь? Ну, они без ночи. Ну, какая разница? Ну, на две ночи еще бы осталось. Мне все равно, когда все спят. Днем самое главное. Ну, ну. Когда все уйдут, чтобы мы с тобой кутили. Музыку можем свою слушать. Мы смотрим. Слава собирается на дачу с мамой уехать. О, тогда что тебе делать в Москве? Так я ж не из-за него еду туда. Какие-нибудь мечты, конечно. Ну, а что тебе тогда там делать? Да я дам тебе монтаж. Да ты что? Нет. Я тебе видосы буду монтировать. Шутка. Я уже чуть не смотрела. Просто могу дать комп, чтобы ты монтировала. А ты еще не проводила экскурсию своим ребятишкам, да? Что-то показывала в том городе. Так, ну говори, мам. Все, говорю. Вот лестницу вижу. Мам. Болесень. Ага. Вот там будет лестница. Видите, потолок уже сделали. Мы вчера лазили на второй этаж, смотрели, что там. Ой, это камни для трубы, печку. Хороший камень. Жиды называются. Вот это вот, который будет сверху лежать. Ага. Какие хорошие выложечки. Самое интересное внутри. Так. Так, здесь папа временно рабочий живут. Ну да, да. Вот посмотри, какой потолок у нас красивый. Угу. Вот. Куча вытяжки. Здесь будет душ. Вот это все никак не подключить. Такое же, да, как у Карины? Такое имя, да. Да, самок оденет туда же. Ну, оно не переворачивается. Я думала, оно переворачивается. А зачем сейчас? Ну, это прошлый век. Ну, да, это только. Дергаешь землей. У тебя выливается. Взять в интервью. Смотрите, какая стенка красивая. Ну, смотря, сколько накопишь, наверное, воды. А. Так смешно? Сразу выливается. Так. Тут тоже камень. Все, давай, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Ну, змеевик. Ну, сюда камушки будут класться все. Вот эти вот, что стоят, эти сублички. Слушай, а она, видишь, подсветка разная. Она и фиолетовая, и розовая. Она меняет подсветку. Вот это, конечно, прикольно. Она сейчас поменяет. Нет, у вас просто светится. Видишь, она стала какая сейчас? Алая. Потом она будет еще какая-то. Она и зеленая становится. Там какая-то подсветка. Вот они устанавливали. А мне больше нравятся фонарики наши, да, вот соль. Очень красиво. Вот, сейчас она желтая стала, вот как у вас. Видишь, смотри, сейчас станет зеленой. Розовая, очень круто. Такой, это релакс. Можно сидеть, париться и так смотреть на соль, дышать и успокаиваться. Самое обидное, что я не могу больше пяти минут с ней сидеть. Релакса будет немного. Ну, у нас есть какая-то другая баня. У нас русская баня. У нас будет легче. Морковый бар, да. У вас как сало, у вас сухой бар. У нас печка другая. А, красиво, конечно. Так что вот здесь будет куча мест сидеть, париться, потеть. Людька спрятался. Людька уже парится. Вот, ну, пока, конечно, тут ремонт и работы, но в целом все движется, все идет. Вот видите, пыль на дверях. Все, все в этом духе. Тут такой магнитик. Вот, красиво. Поднешь второй этаж покажите? Ну, я чуть-чуть поднимусь. Вот, смотрите, это второй этаж. Тут, это вот одна комната будет. Сюда будет выходить лестница. Тут, где окно. И вот там такая же вторая комната, как и вот эта. Прикольно. И здесь тут можно будет. Вот как внизу. Там будет кухня, там диван. Тут у нас туалет будет. Вот он стоит. Вот такие будут висеть в большой комнате. Ну, вот они вот так. Да, красивые. А здесь прихожая, типа. Не типа, прихожая. Ну, да, ладно, выключай. Через неделю приедешь, тут уже будет почти все готово. Реально? Ну, конечно, если ребят в понедельник опять приступят, они сейчас выходные, а два дня. А вот дом наш. Красивейший. Ну, мы решили построить баню, а не продолжить ремонт в доме, потому что все это очень, конечно, долго. А дом вообще великолепный. Такой красивый. Вот баня. Вот это потом тоже то, что серое, типа в бетоне, как шпаклевки или что это, оно тоже потом заделается. Красота. Вот это все. Сколько рабочего материала. А еще придется вот это вот дерево срубать. Нам мешает. Это единственное красивое дерево на этом участке стоит. Это не единственное красивое. А где еще? У нас, вон, посмотрите, какая пихта, какая у нас голубая. Вот. Вон ель какая. Это тоже мы вырастили вот. Ну, ее, и она была 30 метров. Ну, это самое красивое. Это сознание. Самое большое, самое красивое. Это вот папа Вова вырастил. Вот этот такой маленький. А теперь вы его срубаете. Что могу сказать про мое настроение? Ну, странное вообще. Что-то какая-то я прям, не знаю, как капуста какая-то квашняя. Совсем нет никакого настроения. Еще аллергия у меня усилилась. Мне пришлось опять начать пить таблетки. Господи, красиво, когда у него солнышко светило. Лютик! Вот такая вечеринка. Лютик превратился в Вивочку на пять минут. На руках его несут. Ура, такой счастливый, он наконец-то меня носит. Мы пришли с прогулочки. У моей мамы дома поели борща. Сейчас хотим поваляться, посмотреть какое-нибудь интервью. Просто отдыхать. Что-то такое состояние, ничего не хочется делать. Опять хочется чихнуть из-за моей тупой аллергии. Тут лежит Вивочка со своим пламинго любимым. Мы сегодня, наверное, поедем домой. В общем, не знаю. Я просто думаю, ночевать тут еще одну ночь. Если завтра все равно я днем планирую поехать в Москву. В общем, не знаю. А еще Слава сказал, что он собирается завтра с мамой со своей уехать на дачу где-то на неделю. И я вообще просто в шоке с этого. Он, конечно, может поехать. Я ему ничего не говорю, но просто это жесть. Это значит, что мы не увидимся неделю, может и больше. И я буду одна жить дома. Неделю. Еще даже никуда не сходишь. Не знаю, вдруг я сойду с ума. Я уже дома в Москве. И я хочу перед вами извиниться за то, что я не закончила. И мало вообще сняла на даче. И не закончила влог с дачи так, как, наверное, планировала. Я не знаю почему, но у меня реально всегда такое состояние, желание, когда я приезжаю на дачу, просто отдыхать. Наверное, из-за того, что я так редко туда приезжаю. И так мало там остаюсь. Но надеюсь, что скоро это изменится. Потому что я когда туда приезжаю, у меня первый день, первые сутки хочется просто отдыхать. Проводить время с семьей, с друзьями. Не знаю, жарить шашлыки. Сидеть у костра, слушать музыку. Ничего не снимать, ни о чем не думать. Ну, вот просто я думаю, что вы, наверное, должны меня понять. Мы с Кариной болтаем, вот. Сидим. Да, уже давно, девочки. Я красилась, болтала с Кариной. Кушала, болтала с Кариной. С дедушкой сегодня болтала. Но у меня одиноко. Да, я просто лежу. Кайф тебе. А я просто сижу. Кайф тебе. Да. Так что вот так проходит мой вечер в одиночестве подружкой. Как это в одиночестве? Не забывай, что у тебя есть Вивочка. Да, есть. Маленькая собачка. В общем, я закончила болтать с Кариной. Я сегодня со всеми весь день болтаю. С дедушкой болтала я не знаю, сколько часов. Вот, достаточно долго болтали. Мы с ним, в принципе, каждый день созваниваемся. За исключением только тех дней, когда я уезжаю на дачу. Но, как вы могли догадаться, это происходит очень редко. А еще у меня что-то с зубами происходит. Точнее, с зубами все в порядке. Но как будто бы я настолько одичала и так редко говорю, что мне неудобно. Не знаю, почему. Ничего не болит, просто какой-то дискомфорт. Как будто бы я не знаю, куда язык сводить. В общем, странное состояние. Вчера я помылась, привела себя в порядок. У меня ужасно испортилась кожа, как я говорила уже в начале этого ролика. Я безумно из-за этого расстроена. Конечно, это не самое ужасное, что может быть в жизни. Я все понимаю, но... На мое настроение это всегда влияет. Из-за этого я переживаю, нервничаю, расстраиваюсь. Тем более, что я сижу дома. И на самом деле, что знаете, я еще хотела обсудить. Вот как всегда говорят, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Мне нужно было сходить к нескольким врачам. По своим там каким-то проблемам. По коже, той же самой. Желудок я хотела проверить. И знаете, что меня бесит, что теперь я не попаду к врачу. Точнее, я просто сама не пойду сейчас ни в какие больницы. Тем более, туда, где могут быть больные люди, зараженные. Ну, типа, это просто как бы логично, мне кажется, даже догадаться. Я поэтому сама никуда сейчас не пойду. И, понятное дело, не буду никого на дом вызывать. Потому что у меня не срочные какие-то там моменты. Да, просто я хотела разобраться со своей кожей, со своим желудком. Потому что мне кажется, что все-таки проблемы мои с кожей, они, понятное дело, 100% изнутри берутся. И я расстроена. Слава уехал на дачу. Не знаю, когда он вернется. Может, через пару дней, может, через неделю. Без понятия. Но я ему уже сообщила о том, что я его жду через пару дней. Потому что что это такое? Я не против, если он уезжает на дачу. Или когда он уезжает на дачу. В тот период, когда все окей в мире, я могу спокойно выйти погулять, встретиться с друзьями и все такое. Но когда такая достаточно неспокойная ситуация, мне не очень хочется находиться одной. Поэтому я ему сказала, что я жду его дома и надеюсь, что он приедет. Так что пока что на неопределенное количество дней, времени, я буду находиться дома одна вместе с Вивьеной. И, с одной стороны, это даже неплохо, поскольку я редко нахожусь дома одна. И у меня есть время заняться какими-то своими делами. Перед сном смотреть те фильмы, которые я хочу смотреть. Потому что чаще всего мы со Славой смотрим те фильмы, которые мы оба согласны посмотреть. Я очень давно хочу несколько фильмов посмотреть, на которые я постоянно уламываю Славу. И говорю, давай-давай посмотрим этот фильм, давай посмотрим этот фильм. Те фильмы, которые я давно хочу посмотреть, но из-за того, что он их не хочет посмотреть, я не могу их тоже посмотреть. Поскольку одна я фильмы вообще никогда не смотрю. Ну, я просто, не знаю, не люблю. Не то чтобы не люблю, но я не представляю, что я просто лежу в кровати, смотрю фильм или весь день смотрю фильм. И мне это очень скучно, неинтересно. И сериалы я тоже очень редко смотрю. И если я смотрю какой-то сериал, я обязательно должна в этот момент что-то делать. Либо гладить как минимум. Ну, знаете, это просто такие вот моменты. Я не люблю просто так сидеть и смотреть что-то. Мне надо обязательно при этом чем-то заниматься, чтобы я могла делать как бы два дела одновременно. Вот такой вот я человек. И мне это нравится. Поэтому на самом деле, действительно, я могу так сказать, что вот я вспоминаю раньше, когда я училась в школе, и когда, например, я болела и находилась неделю дома. Я помню, что я с утра до ночи смотрела сериалы, фильмы, и так кайфовала. А сейчас я понимаю, что вот я сижу дома, по сути, да, так же, как там и в школе когда-то, да, когда если заболеешь, например, карантин, еще что-то. Но я не могу смотреть фильмы или сериалы. Мне это безумно скучно. Поэтому если я что-то включу сегодня, мне кажется, я буду в этот момент либо гладить, либо если я сильно устану, то да, возможно, я буду лежать в кровати, но при этом все равно мне захочется в телефоне что-то делать, не знаю, вот такая, не могу я спокойно лежать, смотреть фильм. Ну, а когда мы со Славой смотрим вдвоем фильм, я могу. Ну, как в кино придешь, ты же не будешь гладить в кинотеатре, поэтому в кино так давно не было. Знаете, что самое интересное? В последнее время я сама перестала ходить в кино. Мне надоело ходить в кино. Но, точнее, не то чтобы надоело, не было каких-то суперкрутых фильмов, меня не тянуло в кино. Раньше мы же вообще по несколько дней подряд могли ходить в кино, когда классные фильмы выходят, а сейчас нет такого. То есть у меня сейчас и желания, ну, не было, да, сейчас-то понятно, все закрыто, но у меня и желания не было идти в кино, иначе сейчас что-то уже, ну, не вызывает у меня таких эмоций. Попкорн у меня и дома есть попкорн, ну, типа, блин. Мне нравится, когда я могу дома у себя смотреть фильм. И когда захотела, поставила на паузу, в туалет сходила, не захотела, а пошла, сок себе притащила, еще что-то. Ну, типа, знаете, мне нравится комфорт. Я тащусь от комфорта, поэтому даже в то же самое кино пойти, ну, можно, конечно, но это чтобы фильм был такой бомба. Так что вот, я просто хотела с вами немножко поболтать. Пойдемте покажу вам, чем я сегодня закупилась в магазине продуктовом. И расскажу вам свои любимые новиночки в еде. Что еще рассказывать, блин, на карантине. Не буду лукавить, не буду вам брать. Я уже успела открыть бутылочку вина, поскольку я такая, знаете, как домохозяйка. Сама про себя снимаю в сериал «Отчаянная домохозяйка». Я купила недавно вино. Не то, которое беру обычно. И представляете, что я ступила и случайно взяла белое. Я белое вообще не пью, я всегда пью красное. Ну, как бы, если пью. Сегодня в магазине. Что я купила? Вообще, давайте посмотрим на мой холодильник и посмотрим вообще, как я запаслась и нормально ли я вообще запаслась ли. Яйца я докупила. Вот эти яйца были. Я докупила еще, сколько тут, 6, 7, 8, 9, 10. Десяток яиц взяла, потому что они у меня быстро расходуются и все такое. Тут у меня куча молока, сгущенка есть. Можно даже блинчики замутить. Два майонеза свежих, кстати. Зачем так много взяла, не знаю. Что у меня здесь? Я взяла сыр. Не знаю, насколько он мне понравится, но попробую, потому что я думаю, все-таки как-нибудь сделать салат. Либо можно будет макароны сделать с сыром, тоже очень вкусно люблю. Сметана. Тут у меня паштеты есть. Тут соки мои любимые, апельсиновые. Здесь у меня вообще божество какое-то. Сейчас я вам, девочки, покажу. Обычно я такое ела только у Карины дома, у ее родителей. Это сыр чанах, по-моему. Вот так вот он выглядит. Там даже сока немножко его есть. Очень-очень мне нравится. По-моему, чанах. Это армянский сыр. Он такой солененький, напоминает сулугуни. Даже, наверное, более соленый. Я взяла себе сливки. Вот разные попробовать, потому что кофе теперь я не могу себе брать, ходить. Кстати, там упало. Упало. Надо поправить. Стой, не падали. Вот у меня там горошек, видите? А этот кукуруза. Ладно, пофиг. Колбаски сегодня взяла. Тут у меня есть сыр-косичка в запасе. Там сырочки. Здесь, кстати, остаток сыра другого, но я думаю, что мы его тоже быстро съедим. Я не знаю. Тут у меня еще молоко, которое долго хранится. Тут соки тоже этот начатый уже. Персиковый. Здесь у меня мясо. Мне его нужно порезать, разделить, короче, на части и заморозить. Тут у меня печенка, которую я вчера жарила. Гречка. Это я все ем одна. Так, здесь виноград, сосисочки. Это начатые открытые, это закрытые. Они достаточно долго хранятся. Масло. Сметана эта свежая. Вот я липтун сегодня взяла. Здесь у меня овощи. Много лука, потому что я жарю часто. Там мясо с луком тоже. Вот такой вот лук. Помидоры, лимон. Еще один помидор. Вот такой лук. Там еще такой лук. Этот фиолетовый. В общем, лука много, потому что в салаты люблю его добавлять. Огурцы. Огурец, огурцы, помидоры. Здесь мандаринов немного. Опять лук, морковка, капуста. Что тут еще? Лук. Просто не холодильник, а лук один. Что у меня в морозилке? На самом деле всякая фигня. Но помимо фигни у меня тут есть уже заморозилась. Кстати, печеночка сегодня взяла килограмм. Тут у меня грудки куриные тоже замороженные. Это у меня тоже печенка замороженная. Тут как раз, знаете, на несколько порций. Вот пожарить в следующий раз. Это я пока не трогаю. Здесь у меня есть наггетсы вот такие замороженные. Здесь тоже наггетсы. Пельмешки. Здесь что? Я даже не знаю. Укурец какая-то. В общем, такая атмосфера. Я также вот взяла лаваш. Вот такой вот очень нравится. Хлебушек свежим мягенький. Тут запасы наши в порядке. Чипсы как в магазине. Но, как вы видите, я очень редко их ем на самом деле. Как странно это не звучит, но действительно редко. Тут всякие вкусняшки, конфетки, такие вот штучки. В последнее время нравятся маленькие сникерсы покушать. Так вот за чайком буквально парочку, три максимум могу съесть маленьких. Больше не влезают в меня сладости. Такой вот я человек. Тут я тоже немножко положила вкусняшек, чтобы они на видном месте были. Ребята, я планирую снять несколько классных видосов. Возможно, даже коллабораций со своей семьей я придумала. И Карина мне тоже помогла в этой идее. Что мы с ней обсуждали, что бы снять такое, что бы снять такого. И она мне такая говорит, а сними вот это. Я такая, да, ну блин, надо снять это с мамой. В общем, я хочу снять какое-какое видео с мамой. Мне кажется, что это будет безумно интересно. И мне самой даже интересно, что она вообще думает по этому поводу, на эту тему. Мне хочется, чтобы это было разговорное видео. Вообще, напишите в комментариях, хотели бы вы у меня на канале увидеть видео с мамой. Поскольку карантин, я считаю, ну что еще делать, как не снимать видосики. Вот, а поскольку моя мама и я, мы как бы все вместе сидим в изоляции. Единственное, что да, действительно, мы выходим в магазины. Но надеюсь, что все это неприятное и нас обойдет стороной. Но, опять же таки, будем молиться. Я не знаю, что сказать. И также я хочу снять видео с братом. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, какие бы вы хотели увидеть видео с братом от меня. Но, опять же таки, не забывайте, что все мы сидим на карантине. Поэтому все видео могут быть сняты только в формате дома. И никаких влог на дачу в ближайшее время, никаких там, гуляйте по Москве, твое любимое место не получится. Я просто говорю тем людям, которые, когда я им объясняю, ребята, напишите в комментариях, какое видео снять дома. Они говорят, сними влог с дачи. В общем, это я объясняю этим людям, что не получится. Только дома можно что-то снять. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете. Надеюсь, что ваши близкие хорошо себя чувствуют. И желаю вам здоровья, счастья, спокойствия. И я уверена, что все это мы вместе переживем. Все будет хорошо. Просто нужно сейчас сидеть дома. Вот и все. Поэтому давайте, пожалуйста, соблюдать какие-то вот такие меры безопасности. Посидим дома немножко, но зато потом все это быстрее закончится. Мне кажется, что лучше пару неделек посидеть дома реально. Напишите в комментариях, кто со мной согласен. Я считаю, что лучше посидеть дома, чем потом очень-очень долгое время сидеть там на карантине на каком-то либо, не дай бог, в больницах. Поэтому давайте заботиться друг о друге. Ну и поставьте этому видео лайк. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что оно было нормальным. Все, я сейчас иду. Начинаю упорку дома, как обычно. А с завтрашнего дня начинаю снимать для вас разные классные видосы. Домашние, разговорные, тематические, новостные. Разбираю гардероб, там еще что-то. Мои самые дорогие вещи, любимые, нелюбимые. То, что мне больше не нужно. То, что я хочу продать, отдать. В общем, все буду снимать. Что только в голову придет. Буду вас веселить. Что вам понравится, то и понравится. С кайфом. Люблю вас безумно. Не грустите, мои хорошие. Все будет нормально. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока.